Девушки отдыхают В немецком городе Бёблинген построили космический корабль Для любителей спортивных машин выпущена серия компьютерных мышек в виде известных моделей авто Представляем обзор новостей из мира активного образа жизни Батарейка считается разряженной, когда не может обеспечивать нужное напряжение Но определенный заряд в ней все-таки остается Используя этот минимальный заряд, можно освещать городские улицы Вот такие светящиеся урны для батареек предполагается размещать в парках и скверах На верхней поверхности располагаются маленькие отверстия, соответствующие размерам батареек Включаться свет будет автоматически по мере наступления темноты Также эта система позволит отделить батарейки от остального мусора И все же главное в подобных проектах не технологии, а сознательность самих людей Для любителей спортивных машин выпущена серия компьютерных мышек в виде известных моделей авто Все манипуляторы беспроводные и очень похожи на игрушки Выдают их только колесико-прокрутки посреди капота Разработчики даже установили на место фар специальные лампочки, которые светятся во время работы устройства Хотя, учитывая, что мышка работает от батареек, идея эта не самая светлая Помимо спортивных авто, имеется и несколько модификаций полицейских машин В немецком городе Бёблинген построили космический корабль К сожалению, это только модель, но зато в натуральную величину Внутри располагается детский и спортивно-развлекательный центр с 3D-кинотеатром и массой аттракционов Общая площадь судна составляет 850 квадратных метров Внутрь отпускаются только дети, а для родителей предусмотрен широкий спектр баров, кафе, ресторанов и прочих увеселительных заведений EDITT Tower – это экологичный небоскреб По задумке архитекторов, ровно половина площади здания будет покрыта растениями Построить его собираются в Сингапуре, поскольку в этом городе выпадает наибольшее количество осадков Собирая дыжевую воду, здание сможет полностью обеспечивать нужды своих жителей На внешней поверхности будут располагаться почти 900 квадратных метров фотогальванических панелей Они смогут дать 40% необходимой небоскребу электроэнергии А системы переработки отходов из точных вод будут обеспечивать питание растений и вырабатывать биотопливо State Shift – футуристические аркадные гонки Главная особенность этой игры – вовсе не игровой процесс и не графика Впрочем, это вы и сами видите Самое главное здесь то, что эта игра перенесена с портативной консоли на PC Сразу напрашивается вопрос, для чего это было сделано На персоналках и так хватало отменного шлака Как бы там ни было, предлагаем вашему вниманию несколько заездов из этой игры Режим карьеры состоит из коротких чемпионатов, которые в свою очередь состоят из двух-трех заездов Для начала необходимо пройти краткий курс обучения в виде первой трассы с заданиями После успешного выполнения заданий вас высаживают на трассу с соперниками Это первый чемпионат для новичков Особых проблем возникнуть не должно Главное регулярно использовать ускорение на прямых участках А в повороты входить с боковым скольжением Так называемым дрифтом, чтобы снова заработать ускорение Между делом старайтесь не врезаться в стены, чтобы не разбить машину и не потерять драгоценное время А также собирайте энергию, чтобы продолжать нестись по затяжным прямым Чемпионат пройдет быстро и скорее всего обе трассы закончат на первом месте Как и мы Следующий чемпионат для продвинутых гонщиков Трассы чуть интереснее, соперники немного сильнее, но это практически незаметно Для этого чемпионата вы уже наберетесь опыта и проблем с прохождением трассы Возникнуть не должно Мы разве что пару раз машину разбили, но обе трассы закончили на первых местах Перед тем, как перейти к следующему чемпионату, для профессионалов необходимо пройти еще одно обучение Вы должны научиться выполнять резкие повороты Резко поворачивать это конечно здорово, но лучше входить в повороты с заносом, так как это добавит вам энергии для разгона напрямую А резкий поворот только тратит ее Кроме нового элемента управления машиной, вы проедетесь по новой заснеженной трассе с выдвигающимися препятствиями На этой снегодороге машина начинает вести себя чуть интереснее, ее больше заносит А в остальном заезд будет точно таким же, как и в предыдущих чемпионатах Как вы только что могли убедиться, игра не блещет оригинальностью геймплея и красотой своего внешнего вида Но поиграть в нее можно так пару раз с друзьями И то только из ностальгии по некогда свежей и красивой игре Экстрим Гейм 2 Которая была на порядок интереснее для своего времени Смотрите далее Питанг Пати Симулятор питанка игры, чрезвычайно популярной во Франции 2009 год для поклонников аркадных файтингов начнется с выхода четвертой части игры Стрит Файтер Представляем обзор интересных игр прошлого и ближайшего будущего Ski Jump Challenge 2003 появилась в продаже 5 лет назад Это симулятор зимних видов спорта Игра предлагает вам выступать на соревнованиях по прыжкам с трамплина на лыжах Это третий и лучший экземпляр в серии Набор режима вполне стандартен Тренировки, свободные прыжки на разных трамплинах, чемпионат и мультиплеер Главным новым видением стала возможность развивать своего персонажа За удачное выступление он получает очки опыта, которые затем можно распределить между навыками Sitting Ducks или Утиная история Это детская аркада образца 2004 года Потрясающая веселая и смешная игра, которая понравится не только маленьким геймерам, но и их родителям В этой аркаде вам подстоит гонять на скутере, скейте, мотоцикле и даже летать на самолете Помимо этого, нужно собирать бонусы и выполнять игровые задания Миссии разделены смешными видеороликами, которые связывают все ваши действия в одну сюжетную линию 2009 год для поклонников аркадных файтингов начнется с выхода четвертой части игры Street Fighter Помимо уже хорошо знакомых персонажей, разработчики обещают добавить пятерых новых бойцов После провала третьей части разработчики решили вернуться к истокам Таким образом, новый Street Fighter обещает стать очень похожим на приставочные файтинги начала 90-х годов В игре будет онлайн мультиплеер, который позволит вам не только сразиться с другими игроками, но также скачать новые арены и персонажей До конца этого года студия Atari обещает выпустить продолжение знаменитого симулятора охоты Deer Hunting Tournament Разработчики обещают добавить в игру мультиплеер, который позволит охотиться одновременно с другими игроками Помимо этого появятся миссии, не связанные со стрельбой Это будут задания на ориентирование и исследование местности Помимо PC-платформы, разработчики также обещают выпустить версию для Xbox 360 Сложно представить, какой вид соревнований еще не имеет виртуального воплощения Многие из вас наверняка даже не слышали о такой игре, как PITAN Хотя существует эта забава уже очень давно Современные правила и общие положения не меняются с 1907 года Сейчас PITANG наиболее популярен в французских провинциальных городках Но даже такая узкая распространенность игры не помешала разработчикам из UFO Games выпустить симулятор этого местечкового вида спорта Называется проект PITANG PATHY И выглядит он очень неоднозначно Игроки здесь похожи на героев комиксов или инопланетян Шары тоже не простые, а сплошь волшебные Одни взрываются, другие обладают магнетическими свойствами А третьи достигают таких размеров, что способны расчистить всю площадку за один бросок Прежде чем мы продемонстрируем вам несколько игровых моментов, предлагаем ознакомиться с правилами PITANG Классические правила устанавливают размер площадки 15 на 4 метра Задача игроков бросить мяч таким образом, чтобы он лег как можно ближе к деревянному шару, который принято называть кашанетом Допускается, что металлический мяч может толкать шары соперника и сдвигать сам кашанет Выигрывает тот, чьи шары оказались ближе к деревянному За право называться лучшим игроком в PITANG сегодня сразятся зеленый человечек и кот в сапогах Кашанет бросает инопланетянин На месте, где остановился маленький желтый шарик, загорелась зеленая стрелка Это место, от которого будет рассчитываться расстояние до шаров игроков Зеленый человечек опускает траекторию вниз, бросает и шар укатывается слишком далеко Теперь очередь кота в сапогах Его бросок несколько точнее, и шар останавливается ближе к заветной зеленой стрелке Второй бросок зеленого снова оказался слишком сильным, и лишь третий его шар стал ближе остальных к кашанету Кот в сапогах, недолго думая, бросил свой шар прямо в серебряный шар зеленого И, отодвинув его, оказался ближе всех к заветной стрелке На последнем броске кот едва не лишил себя гарантированной победы, но шар зеленого остановился дальше 1-0 за первый раунд Во второй игре кот совершает очень хороший первый бросок, но зеленый человечек его опережает и оказывается ближе к кашанету Второй бросок кота оказывается слишком слабым, а третий – неточным В итоге ни одного шара рядом с заветной стрелкой Зеленый пытается выбить шар кота, но в итоге лишь подыгрывает своему сопернику Впрочем, третий бросок оказывается потрясающе результативным и приносит зеленому первое очко Петанг Пати – неторопливая, но очень увлекательная игра Причем она не так проста, как может показаться на первый взгляд Здесь есть три режима игры Три уровня сложности Несколько персонажей, имеющих свои особенности И десяток различных полей Смотрите в следующий раз Полис Дистракшн Стрит Это вам не по стадиону круги нарезать Это непредсказуемые погони по улицам города Вайнвуд Дерби Гоночки на деревянных самодельных машинах Прежде чем поехать, необходимо еще и поработать Все это в следующий раз Продолжение следует...